Библейский портал экзегет.ру представляет 21 глава Деяния апостолов, перевод Международного библейского общества Павел приезжает в Иерусалим, долго и подробно он путешествует И смотрите, это же не путевые заметки, это не клуб кинопутешественников Не какие-то там рассказы о дальних странах Это история церкви, и лишних деталей нет Пока Павел путешествует, подробно описано, как он там В предыдущей главе расставался со старейшинами Эфеса Причем даже не заезжая в Эфес, в Милете он с ними встречался Какие он давал наставления Как Бог и люди собирают церковь из разных людей, разных общин Разных традиций, разных представлений, разных обрядов Вот, наконец, возникает ситуация с жесткого противостояния Но не по инициативе Павла или его учеников Расставшись с ними, но вот с теми, кого они оставили в Милете Мы вышли в море и направились прямо на остров Коз На следующий день мы прибыли в Родос и оттуда отправились в Патару Карты у нас сейчас нету, но просто поверьте, что это такие гавани на пути к Иерусалиму Там мы нашли корабль, направлявшийся в Финики, висели на него и отправились дальше Мы миновали Кипр, оставив его слева и держа курс на Сирию Мы пристали к берегу в Тире, потому что там наш корабль должен был оставить груз Тир – крупный финикийский город, до сих пор он есть на территории современного Ливана В Тире мы нашли учеников и пробыли у них семь дней Уже везде христиане, немного, но есть Они, получив откровение от Духа, о предстоящем, начали убеждать Павла Не ходить в Иерусалим, ничего хорошего там тебя не ждет Вот по человеческому рассуждению, не надо бы Иерусалим – это центр все-таки иудаизма А Павел уже явно противопоставил себя традиционному иудаизму И это встречает жесткое сопротивление Его уже били не раз в синагогах, да? А в Иерусалиме что сделают? Но когда подошло время, мы отправились дальше Все ученики, их жены и дети провожали нас из города И на берегу мы преклонили колени и помолились Вот что в случае опасности делают, да? Попрощавшись с ними, мы сели на корабль, и они возвратились домой И вы знаете, очень много таких трогательных моментов Вот в прошлой главе они там плакали при расставании Здесь жены и дети все выходят на берегу, молятся, вот провожая их, да? Почему? А потому что это не сухая какая-то догматика Это вот жизнь, да? Это вот общение, когда у людей сердце рвется Когда они вот думают о том, что больше не встретятся Может быть, что опасность ждет этого Павла Продолжив плавание, мунистира прибыли в Талемаиду В портовый город, там мы приветствовали братьев И провели с ними один день А на следующий день мы отправились в путь И пришли в Кесарию, крупный город в Палестине И остановились в доме проповедника Радостной вести Филиппа, одного из семи помощников Ну, дьяконов, более привычное для нас слово У него были четыре незамужних дочери, пророчицы А пророки и пророчицы тогда это должность Служение в церкви Куда все это делалось, я не знаю Но тогда было После того, как мы пробыли там много дней Из Иудеи пришел пророк еще один По имени Агав Он подошел к нам, взял пояс Павла Связал им себе ноги и руки Такой ветхозаветный жест, символическое действие Пророк показывает, что произойдет И сказал Святой Дух говорит Так Иудеи в Иерусалиме свяжут Отдадут руки язычников того, кому принадлежит этот пояс Услышав это, и мы и местные стали умолять с Павла Не ходить в Иерусалим Ну зачем? Зачем нарываться на неприятности? Но Павел на это ответил Зачем вы плачете и разрываете мне сердце? Готов быть не только связанным, но и умереть в Иерусалиме Ради имени Господа Иисуса Когда мы поняли, что он непоколебим в своем решении Мы умолкли, сказав только Пусть свершится воля Иисуса И как бы нагнетается, нагнетается Вот будет арестован Как, кстати, Христос предсказывает свое Свои страдания, свою смерть в Иерусалиме Так и Павел Зачем же есть какой-то замысел? Узнаем какой Мы умолкли, сказав только Пусть свершится воля Господа Затем мы собрались и отправились в Иерусалим С нами прошли некоторые ученики из Кесарии Вот важно, что в этом движении Павел увлекает местных христиан В каждом месте, где он бывает И они идут дальше То есть это возникает такая волна общения То есть община не изолирована Они постоянно связаны друг с другом Они привели нас в дом киприота Моносона Давнего ученика, у которого мы и остановились И упоминает самые мелкие подробности Где у кого в доме остановились А это благодарность людям Вот этот Моносон, как и там прежде Тиран в училище которого были Тиран — это имя Может, ничего больше не сделал интересного в своей жизни Но вошел в историю Вот гостеприимство, в чем его ценность А ты, может быть, всего лишь на несколько дней Приютил кого-то А это величайший апостол Павел И будут читать тысячелетия спустя этого события О том, как ты это сделал Когда мы явились в Иерусалим, братья радушно нас приняли Да, вот вновь церковь как семья На следующий же день Павел вместе с нами пошел к Иакову Иаков, видимо, руководитель Иерусалимской общины Брат Господень, то есть родственник Иисуса По плоти, ближайший один из них Там были все старейшины Павел поприветствовал их И подробно рассказал о том, что Бог сделал среди язычников через его служение Вот это тоже очень важный момент То есть Павел уже устремлен на служение среди язычников, эллинов Но иудеев он не отбрасывает от себя Он желает, чтобы они тоже все это поняли и узнали Они выслушали его и прославили Бога Затем они сказали Павлу Брат, ты видишь, сколько тысяч иудеев поверили И все они ревнители закона То есть они, во-первых, благодарят за то, что действительно Слово Божие ширится и распространяется А с другой стороны у них есть сомнения И они не боятся их высказать, не боятся обидеть А о тебе они слышали, что ты учишь иудеев, живущих среди язычников Отступлению от закона Моисея И советуешь не обрезать своих сыновей И вообще не жить по нашим обычаям Что же делать? Они, конечно, услышат о том, что ты пришел Смотрите, то есть Они оставляют за Павлом эту свободу Проповедовать, как он считает нужным Но возникает соблазн со стороны язычников Иудеев, простите, не принявших Христа Надо как-то сгладить эту ситуацию Поэтому сделай, что мы тебе скажем Среди нас есть четыре человека, принявших обед Обед на зарейство в Ветхом Завете Это описано, уже, может быть, так не называлось Но человек обещал совершить некоторое ритуальное действие В случае, если Бог ему чем-то поможет Что-то даст, исцелит от болезни и так далее Возьми их Пройди вместе с ними обряд очищения И заплати за них, чтобы они могли обрить голову В знак завершения обета Тогда все увидят, что слухи о тебе не верны И что ты живешь по закону То есть демонстративное исполнение одного из требований закона Что же касается верующих язычников То мы написали им о нашем решении Они должны воздерживаться от пищи, принесенной в жертву идолам От крови, от мяса, удушных животных И от разврата Вот минимум и хватит На следующий день Павел взял с собой этих людей И прошел вместе с ними обряд очищения Затем он вошел в храм и объявил, что когда очищение будет окончено И когда за каждого из них будет принесена жертва Вот демонстративно исполнил требования закона Чтобы нельзя было его ни в чем обвинить Он не провоцирует, он не злит специально местных иудейских недоброжелателей Но они и сами злятся На исходе семи дней Несколько иудеев из провинции Азии Увидев Павла в храме Возмутили всю толпу и схватили его с криком «Израильтяне, помогите!» Это тот человек, который повсюду распространяет учения Противному нашему закону Народу нашему закону и нашему храму Сейчас он к тому же привел в храм греков Чем осквернил его До этого они в городе видели Павла вместе с эфейсниным Трофимом И предположили, что Павел привел его в храм То есть голословное обвинение Но, как всегда, в таких случаях Главное успеть выкрикнуть обвинение А потом уже кто поверит, кто не поверит Весь город пришел в смятение Сбежался народ Павла схватили, выволокли из храма И сразу же были заперты ворота Они уже намеревались убить Павла Вообще-то не должны Все-таки римская власть не позволяет самосуда Намеревались убить Павла Но весть о том, что весь Иерусалим охвачен волнением Дошла до командира римского полка Он ответственный за порядок Он сразу же взял несколько солдат и сотников И бросился к толпе Когда иудеи увидели командира полка и его солдат Они перестали избивать Павла Командир, подойдя, арестовал Павла И приказал связать его двумя цепями Ну, на всякий случай Вот из-за него беспорядки, значит, его мы изолируем Он спрашивал у народа, кто это такой И что он сделал Одни в толпе кричали одно, другие другое И так как при таком шуме он не мог понять ничего определенного То приказал отвезти Павла в казарму Когда они уже были на лестнице Толпа стала напирать так Что солдатам пришлось буквально нести Павла Множество народа шло за ним, крича Смерть ему Уже перед самым входом в казарму Павел сказал командиру римского полка Можно мне сказать тебе что-то? И дальше такая немножко медийная сцена Ты говоришь по-гречески? Спросил тот Значит, ты не тот египтянин, который недавно поднял бунт Увел за собой в пустыню 4000 боевиков То есть он его уже принял за какого-то террориста Который там поднял восстание Но тот, очевидно, неграмотный какой-то египтянин А тут на приличном греческом к нему обратились Значит, это какой-то другой человек Павел ответил Я иудей, старцев Килики, гражданин крупного города Прошу тебя, разреши мне обратиться к народу Получив разрешение, Павел встал на ступени И жестом призвал народ к тишине Когда наступила тишина, он заговорил по-еврейски Вот он пытается последний раз Каким-то образом проповедовать этим людям Ну а что он скажет, об этом у нас 22 глава повествует Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...